Голубиная почта Александр Куцоба занимается разведением голубей уже 54 года. Сейчас он содержит около 150 изящных пернатых. Причем в основном среди его подопечных голуби именно почтовой породы – белые чешские. Как 6 лет пару голубей мне подарили, так и все, как с ума сошел, прилипло к сердцу, осталось на всю жизнь. Александр построил два голубядника прямо напротив своего дома. И два раза в день он ходит их кормить и выпускать на волю. Птицы любят полетать над домами. Правда, такие полеты порой могут заканчиваться трагически. Соколы сапсаны, ястреба, их здесь называют челябинские копчики, сбивают их, просто поголовно съедают зимой. И это не единственная опасность, которой подвергаются голуби. Пернатые, так же, как и люди, могут быть подвержены заражению различными вирусами. Причем распространяется вирус очень быстро. Самые опасные диагнозы – орнитоз, грипп и болезнь Нью-Касла в просторечии вертячка. Причем голуби – носители данных заболеваний могут заразить и людей. Так, например, вирус Нью-Касла передается воздушно-капельным путем и может оседать на одежде. Из-за незнания челябинцы подбирают больных птиц, подвергая тем самым опасности и себя, и своих близких. Если у взрослого человека будут симптомы простудного заболевания и поражена лимфатическая система, то дети могут получить поражение нервной системы, поражение головного мозга. То есть в случае с детьми – это в любом случае госпитализация, а не самолечение. Вирусом Нью-Касла могут заразиться и домашние животные. В их случае сход всегда один – летальный. Поэтому специалисты не рекомендуют подбирать больных птиц. Если из добрых побуждений горожане привезли домой зараженного голубя, то необходимо позвонить в ветлечебницу. В этом случае специалисты управления ветеринарии накладывают на квартиру карантин, проводят ряд мероприятий по дезинфекции. К слову, люди, которые забирают больных птиц домой, тем самым берут ответственность на себя, а потому сами оплачивают все процедуры. Потом, когда уже все мероприятия проведены, проводится еще заключительное, и там проводится контроль качества дезинфекции. То есть берутся смывы, отправляются в лабораторию, и это уже идет за счет владельца. То есть того человека, который взял на себя вот эту птицу, ответственность, и, соответственно, он это все оплачивает. Саму же птицу отправляют в лабораторию, а после – либо на лечение, либо на утилизацию, в зависимости от поставленного диагноза. Если вдруг вы увидели на улице больного или слабого голубя, или другую птицу, вам показалось, что они заболели, замерзли, просто устали, ни в коем случае не притрагивайтесь к ним, и уж тем более не забирайте домой. Звоните в ветлечебницу, специалисты реагируют на все обращения граждан. Спецгруппа выйдет на место и профессионально выполнит свою работу.